Всем привет! В этом видео собрана небольшая коллекция моих цимпидиумов. Я их снимала в начале марта этого года. Некоторые из них зацвели первый раз в домашних условиях. Некоторые я получила в подарок уже цветущими. К сожалению, после этой съемки у меня компьютер сломался. Часть информации у меня утеряна. Только то, что осталось на карточке, мне удалось спасти. И вся информация за 5 лет, которая была в компьютере, тоже утеряна. Но не будем о грустном. Здесь 2 цимпидиума, которые мне удалось зацвести. В принципе, этот цимпидиум, который я сейчас держу в руках, его не так сложно было зацвести. А вот этот довольно-таки сложный. Этот мини-меди цимпидиум теплого содержания. Один из моих самых любимых. Не только из-за красоты его цветов. Я его, когда покупала, мне тогда нравились огромные цветы. Вот как тот розовый. Но когда я услышала его аромат, я не смогла устоять. Он пахнет цитрусами. Причем пахнет очень сильно. Без добавления каких-либо там еще ноток. Просто цитрусами. Тогда, во время покупки, куст был довольно-таки огромных размеров. Было очень много псевдобульб. Было 5 цветоносов. И он заполнял своим ароматом, в принципе, весь балкон. Не нужно было тыкать носом в его цветы, чтобы услышать аромат. Можно было просто подойти. Он оказался теплого содержания, но также не любит переувлажнение. Я его чуть не потеряла, потому что, как оказалось, впоследствии, у него под псевдобульбами был свагнум. Мне удалось спасти только одну бульбу, которая вот в этом году у меня зацвела. Для цветения ему не нужны перепады температур. Такие существенные, как для обычных голландских гибридов. Дальше у нас идет цимбидиум Абурн. Тоже ароматный. Он мне пахнет персиками. Хотя продавец в магазине говорил, что он должен пахнуть абрикосами. Может быть, в начале цветения он пахнет абрикосами. Но под конец цветения он пах персиками. Это азиатский цимбидиум мини. Я напишу название в титрах. А это энсифолиум. Природный вид. Невероятно милые листья. Они такие тоненькие, такие изящные. Это мини цимбидиум теплого содержания. Тоже ароматный. Аромат ненавязчивый. Но к нему нужно подойти чуть поближе. По крайней мере, это цветение мне так показалось. Может быть, когда он в домашних условиях зацветет, будет намного ярче. А здесь у меня Golden Elf. Аварригадный. Покупался тоже в начале этого года. Вот эти бульбы уже выросли. Они, к сожалению, выросли намного выше, чем этот куст. И выглядит он сейчас не очень презентабельно. Не цвел пока еще ни разу. Но надеюсь, что на следующий год я увижу его цветение. Скорее всего, мне надо будет его тоже выгулить на улицу. Пока у меня просто нет места. Сидит он посаженный в камешки с добавлением какой-то кожуры, каких-то орешков. И, конечно же, гордость моей коллекции цимбидиум, который мне удалось зацвести после трех лет выращивания. Это обычный голландский гибрид. У него тоже есть название. Посмотрите, какая разница большая между размерами цветов. Цветы где-то достигают 12 сантиметров. Причем из одной бульбы выросло два цветоноса. И первый цветонос оказался очень пышным. Он прямо взбитый получился. Я его, когда покупала цветущим три года тому назад, цветов было на цветоносе гораздо меньше. И они были на более длинном расстоянии между собой. Для этого цимбидиума нужна низкая температура содержания осенью. То есть его нужно выгуливать желательно на улице. Я его выгуливаю просто за окном. Куст получился огромных размеров. К сожалению, второй цветонос я немножко не уследила. Не допалила его. И он начал сушить некоторые бутоны. Этот цимбидиум тоже ароматный оказался. Но аромат у него такой типичный для цимбидиумов. Если вы знаете, как они пахнут в магазине. В принципе, я сниму отдельное видео по уходу. И о том, как их зацвести. Спасибо большое за просмотр. Пока-пока.